Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 1286, 4 том. Кто должен выбирать девушке мужа, а юноше – невесту? Ответ Игнатия Лапкина. «Хорошо бы, чтобы избирал сам Бог, как произошло с юношей Адамом, которому он дал девушку Еву». Бытие, 2 глава, 22 стих. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку». Неплохо, когда это совершает по благословению родителей через хорошего свата, «как случилось в жизни Исаака и Ревекки». Бытие, 24 глава, 45 стих. «Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику, и почерпнула воды, и я сказал ей, напой меня». Бытие, 24 глава, 58 стих. «И призвали Ревекку, и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала, «пойду». Прекрасно, когда в роли свата выступает архангел. Тавита, 7 глава, 9 стих. «И закололи овна, и предложили обильные снеди». Тавия же сказал Рафаилу, «брат, Азария, переговори, о чем ты говорил на пути? Пусть устроится это дело». Яков выбрал себе жену сам. Бытие, 29 глава, 18 стих. Яков полюбил Рахиль и сказал, «я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». В Израиле не было того, чтобы девушки отдельно появлялись на улице или высматривали себе женихов. Они всегда находились дома, а их будущее устраивали родители. «У вас товар, у нас купец, с собой парень молодец». Пушкин. Третья Маковейская, 1 глава, 15 стих. «И заключенные в своих покоях девы выбегали с матерями, и, посыпая пеплом и прахом головы, оглашали улицы рыданиями и стонами. Выбирать жениха могли только родители для своей дочери, как правило, очень богатой и знатной, и красивой, на руку которой было много претендентов, как у великомученицы Варвары. Желание от дочери спрашивали редко, стерпится, слюбится. 1 Коринфянам, 7 глава, 37 стих. «Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и, не будучи стесняем нуждою, но, будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает». У юноши больше возможностей найти избранницу по сердцу, заранее что-то узнать о ней. Это мы видим не только в жизни царей, но и самых простых людей. Ассия, 3 глава, с 1 по 3 стихи. «И сказал мне Господь, иди еще, и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за пятнадцать сребреников и за хомера и чменя, и полхомера и чменя, и сказал ей, «Много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя». Пророк Ассия был бесподобно послушным, не так, как пророк Иона, и он тут же купил ее за вполне доступную цену, поставив ей только одно условие, чтобы она уволилась с основной работы. Юноши, полюбив какую-либо девушку, обращались ко отцу, и далее все было в руках родителей. Вторая царств, тринадцатая глава, тринадцатый стих. «И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты, ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Третья царств, вторая глава, семнадцатый-двадцатый стихи. «И сказал он, прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтоб он дал мне Ависагу, сунамитянку в жену. И сказала, я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне. И сказал ей царь, проси, мать моя, я не откажу тебе». Сегодня это очень удобно делать там, где есть настоящая община, как, например, у нас. Юноши и девушки свободно знакомятся, работают в лагере или в деревне, потом обращаются за советом к старшим, к священнику. И в определенный день священник объявляет их женихом и невестой. Помолвка состоялась. По милости Божией у нас не было за десять лет еще ни одного развода. В идеальные браки я не верю, их просто не может быть, потому что два человека — это уже две воли. Согласно Слову Божию, в день бракосочетания воля жены должна исчезнуть и раствориться в воле мужа. Учитывая, что христианки, как правило, таковыми становятся в зрелом возрасте, они далеки от послушания. Какое свойственно мусульманкам, но жить можно, если оба будут молиться и любить Господа, а мужья будут потихоньку завидовать мусульманам. И я любил, и был любим когда-то, но это слово без Христа мертво. И чувствую пред теми виноватым, кого назвал отпадшую листвой. О годы, врачеватели и судьи, о память, обличающая архив, приходят люди и уходят люди, и с ними добродетель и грехи. И я любил, что говорить повинен, но пламя чувств не расточило тьму. О годы, судьи, изреките ныне желанный приговор быть одному. и романах Роман, 1993 год. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть, это оживление этих вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова